Игромания дает Отвинта Игромания дает Отвинта Игромания дает Отвинта Продолжение следует... Уважаемые зрители, в последнее время выходит так много игр, выполненных в жанре реал-тайм-стратегии, что мы едва успеваем в них играть. А также начинаем в них слегка путаться. Это неудивительно, если учесть, что в последнее время они становятся все больше и больше похожими друг на друга. Мы считаем, что разработчики остановятся и задумаются только тогда, когда у двух разных фирм выйдут две абсолютно одинаковые игры. Кажется, этого ждать недолго. В седьмом легионе речь снова идет об экспансии человека в космос. Понятно, что покорять другие миры человек отправится не в своем натуральном, природном виде, который будет признан достаточно старомодным. Для этой цели человека усовершенствуют, приделав к нему разные гаечки и колесики, в результате чего получится прекрасный полированный киборг. Понятно, что никакого мира под звездами мы не дождемся. И общество блестящих киборгов поделится на два враждующих лагеря. В отличие от большинства игр этого жанра, в седьмом легионе вам не придется заботиться о ресурсах и растрачивать себя на поиски золота, тибериума и тому подобных материй. Деньгами вас будут обеспечивать какие-то неизвестные организации. Да, к тому же, за каждую загубленную вражескую единицу вам будут переплачивать. Так что вы можете всего себя посвятить быстрому маневрированию, стремительным атакам и прочим военным упражнениям. Другим заметным отличием является система рангов для солдат и военной техники. Если, например, в Command & Conquer любая боевая единица со временем выходит из строя из-за непрекращающихся вражеских козней и становится бесполезной, то здесь ваши юниты, наоборот, приобретают опыт и постепенно превращаются в ветеранов, которые воюют заметно лучше новобранцев. Управление игрой сделано очень грамотно, что поможет быстро освоиться в этом безумном мире даже обладателям пиратской копии игры. Летчикам и пилотам, находящимся в воздухе, иногда серьезно докучают разнообразные явления окружающего мира. Птицы, облака, обледенение, а иногда наоборот, хит-сикеры. Это такие специальные ракеты, которые якобы реагируют на тепло. Ну, на огонь, например. Да ты что, погаси! Да ладно! Где? Чего? Видите? Ничего нет. А сейчас мы расскажем вам о недавно русифицированной игре, которая называется Геном. К ходу! Омикронная ретикулярная система в 2144 году по стандартному земному летоисчислению. Начало самого страшного кризиса в истории человечества. Итак, мир игры Геном заселен людьми, скорбами, бендианцами и еще кое-кем, о ком мы предпочитаем не упоминать. Все эти расы враждуют между собой и друг с другом, что создает прекрасные возможности для тонкой дипломатической игры, которая, как обычно, приведет к войне. К ходу! 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 К ходу!